Добрый день, это программа по дороге безопасности. Меня зовут Антон Хмельнов. И сегодня мы говорим про безопасность пассажирских перевозок. Гость программы Дадаев Евгений Павлович, начальник отделения регистрационной и экзаменационной работы и технического надзора отдела надзора окружной госавтоинспекции. Евгений Павлович, добрый день. Здравствуйте. Все мы помним страшную трагедию, которая произошла несколько лет назад в нашем округе со спортсменами молодыми. И, насколько я понимаю, с тех пор правила некоторые ужесточились в плане пассажирских перевозок и перевозки детей. Расскажите, как сегодня в округе организована профилактика ДТП с участием автобусов? Все мы понимаем, что автобус это транспортное средство, перевозящее большое количество пассажиров. Соответственно, и ответственность, которую несет водитель, она многократно увеличивается. Что касается текущего года, в текущем году у нас произошло 19 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибло и 41 получил ранение. То есть, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то у нас 26 ДТП по вине автобусов, в которых 2 человека погибло и 61 человек получили ранение. Что касается комплекса мер по обеспечению безопасности пассажирских перевозок, здесь комплекс мер достаточно широкий, начиная от проверок автобусов на линии, заканчивая совместными мероприятиями с управлением по борьбе с экономическими преступлениями, с управлением по делам миграции, то есть с территориальными органами государственного автомобильного надзора. Также сплошные проверки автобусов в вечернее время, именно в то время, когда передвигается наибольшее количество межрегиональных, межмуниципальных маршрутов, именно перевозящих большое количество пассажиров. Контроль режима труда и отдыха водителей, что важно, чтобы понимать, что водитель, который управляет транспортным средством, управляет автобусом, перевозит пассажиров, находится, скажем так, отдохнувшим. В адекватном состоянии. В адекватном состоянии, да. Расскажите, как организованы перевозки детей, как устроен этот процесс? Ну, перевозка детей, это, скажем так, наиболее такой ответственный процесс. То есть это наше будущее, наши маленькие пассажиры. В части организованной перевозки групп детей, деятельность госавтоинспекции регламентируется по установлению правительства 2013 года, 1177, и межведомственным приказом, межведомственным окружным приказом десятисторонним, который был подписан начиная с 2017 года и, скажем так, совершенствуется до настоящего времени. То есть здесь включены, скажем так, такие стадии, как проверка технического состояния транспортного средства, проверка дорожного транспорта и дисциплины водителя, то есть техосмотр, страхование ОСАГО, ряд различных документов, договор фруктования, списки водителей, то есть там определен список, который должен находиться у водителей, и перечень условий, перечень условий к техническому состоянию транспортного средства, к его, скажем так, оборудованию, которое необходимо иметь для осуществления перевозки детей. И перед каждой перевозкой данный комплекс мероприятий выполняется каждому автобусу. Плюс, каждая перевозка организованной группы детей, не менее трех автобусов, то есть подается уведомление в подразделения госавтоинспекции, то есть каждый автобус отслеживается, каждый автобус мониторится, то есть техническое состояние водителей, то есть три и более автобуса у нас организуется в сопровождении автомобилями госавтоинспекции. На всем следовании. На всем пути следования. Не возникают ли каких-то трудностей в этом направлении? Я имею в виду те учреждения, организации, которые занимаются перевозкой детей, может быть, кто-то не понимает всю ответственность, может быть, кто-то не знает всех правил. Ну, здесь хочу сказать, что большинство, большинство руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей, все же осознают ответственность, если брать в текущем году, у нас порядка трех тысяч организованных перевозок групп детей в этом году было, на данное количество за 10 месяцев текущего года опять нарушений указанного вида перевозок. Не самые страшные нарушения, я надеюсь. Да, 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 то есть, как бы они не привели к печальным последствиям, то есть, отсутствие одного документа, то есть, скажем так, никакого критичного нарушения не было. Ну, это очень хорошая статистика, на мой взгляд. Тем не менее, все равно происходят аварии, вот недавно была авария с автобусом из Омска, насколько я помню. Основные причины, из-за чего происходят аварии с автобусами? Ну, что касается аварийности и по вине водителей автобусов, да, я уже, как говорил, что 19 дорожно-транспортных происшествий в текущем году. Что касается причин, это первая причина. Несоответствие скорости конкретным условиям движения, здесь речь идет абсолютно не о превышении каком-то скорости, то есть, есть конкретные дорожные метеорологические условия, конкретная дорожная ситуация. Просто не учли. Да, просто не учли, допустили, скажем так, как нарушение от пункта ПДД-10.1, произошло дорожно-транспортное происшествие. Второе, это несоблюдение дистанции. То есть, если по первой причине произошло 7 ДТП, по второй причине 5 дорожно-транспортных происшествий. И третья причина, у нас идет резкое торможение. Это характерно для городских маршрутов. То есть, либо кто-то подрезал автобус, либо перед остановкой, совершил резкое торможение, пассажир ударился, скажем, получил травму. И в этой связи хотел бы, скажем так, дать совет пассажирам. Да, это непосредственно не участники автобусов и перевозок. Они же тоже должны соблюдать какие-то правила. Конечно. Ну, в первую очередь, основные правила, это пристегиваться ремнем безопасности, если они предусмотрены. И второе, передвигаться по салону, держать за поручни во время движения. Вот два таких основных правила, что им необходимо следовать. Это была программа по дороге безопасности. Сегодня мы говорили про безопасность пассажирских перевозок. Гостем программы был Дадаев Евгений Павлович, начальник отделения регистрационно-экзаменационной работы и технического надзора отдела надзора окружной госавтоинспекции. Евгений Павлович, благодарю вас и до скорых встреч в эфире. Вам спасибо. До свидания. Всего доброго. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...